сейчас мы сделаем открытку для самых маленьких вот такую девочку или мальчика если вы сделаете волосы короче вместо дуванчиков прорисуете треугольничек это будет кораблик поэтому вы решайте вы можете изменить цвет у меня тут красная вы можете сделать синий например и закрасить не целиком в полосочку вот эти тычки волосы я делала щетинистой кисточкой кисточкой для клея так тыкала для самых маленьких если вы рисуете вместе со своим ребенком двухлетним например вы можете нарисовать лицо туловище а ребенку дать потыкать пальчиком вот эти желтые и оранжевые точечки опять же пальчиками большими уже можно сделать щечки вот эти вот круглые штучки можно ватной палочкой просто ткнуть белый комочек так что здесь вариантов для импровизации очень много я сделаю такую работу и начну я с того что покажу вам какие у меня кисточки кисточку у меня круглая синтетика и щетинка нарисовать и сейчас буду темперой пава это то же самое что гуашь но в тюбиках и не смываемая поэтому нам понадобится белила желтая оранжевая охра и красная или синие если вы делаете полосатую футболочку какой-нибудь например но просто однотонную легче сделать это рассчитанная работа наверное на детей может быть вот четырехлетние это уже сделают полностью от и до может быть даже три с половиной года могут сделать ну и трехлетние наверное так под руководством я все-таки больше придерживаюсь такого мнения что не нужно торопиться нужно просто давать детям такие упражнения которые они могут сделать самостоятельно без помощи взрослого поэтому не торопитесь для начала я намешаю светлый охристый цвет этот цвет лица воды я беру очень мало могу брать щетинистую кисточку ей наверное даже проще будет делать линии чем круглые вот такой кисточкой с тонким кончиком потому что она в руках ребенка не очень управляемая будет а такой проще и я рисую просто большой овал по середине листа мы с вами сделаем сейчас портрет для того чтобы краска лучше рисовала добавьте в нее больше воды окуните кисточку и нарисуйте круг окуните кисточку в воду сделайте лужицу и нарисуйте круг а потом по кругу можно его закрасить внутри опять же не просто чиркая в разные стороны а лучше закрашивать по кругу еще набираем краску и делаем вот такую линию толстую квадратик это будет шея отмываем кисточку а тряпочку снимаем лишнюю воду нужно потоптаться на тряпочке выжать ее вытереть набираем красную краску чуть-чуть добавили воды чтобы краска хорошо расходилась я под свой под свой лист подложу бумажку потому что сейчас буду в край рисовать чтобы не испачкать стол и нарисую от края вот такую дугу это будет кофточка можно несколько раз провести линию если она у вас за один раз не не провелась и внутри закрашиваем сверху вниз линиями аккуратно не возим во все стороны чтобы у нас краска вылетала со всех сторон а вниз сверху вниз вот такими широкими мазками потом я отмою кисточку вот сейчас мне уже нужно будет другая краска я возьму желтую краску и в этой части потыкаю пятнышки потом я возьму оранжевый и вот здесь внизу делаю оранжевые пятнышки но только не все буду перекрашивать сделаю так чтобы они у меня чередовались и желтенькие и оранжевые где-то побольше будет оранжевого где-то поменьше отмой кисточку и возьму теперь круглую вот такую я с краю испачкаю ее и всю белой краски и сделаю отпечатки так раз и два два таких пятнышка у меня будет все а потом чуть-чуть добавлю воды немного красного смешаю сразу с белым у меня получится розовый здесь я сделаю два кружочка овальчика и раз-два посильнее нажимаем на пятна на кисточку у меня получается такие овальчики отмывая кисточку беру опять смешиваю белый с охрой и здесь у меня будет две ладошки рядышком одна ладошка и и вторая ладошка вот так вот два пятнышка это две ручки потом я переверну кисточку вниз палочкой окуну в черную краску и дотронусь по серединке раз и два палочкой вот так такие у меня получить палочку от мою получились такие точечки вытерла кисточку кладу на стол мы не оставляем кисточки в банке с водой потому что они от этого портятся а теперь я возьму фломастер и дорисую вот здесь квадратики такие прямоугоднички два прямоугодничка от них полосочку и полосочку или вот такой полукруг это будут рукава здесь я могу нарисовать воротничок раз и два вот так вот воротничок здесь я могу нарисовать носик вот такой ротик подбородок небольшой бровки реснички можно обвести глаз но это уже смотрите на свое усмотрение у кого хватит сил можно даже обвести и контур лица и это опять для более старших детишек а если вы совсем маленькие то обводить не обязательно вот так а в руки я вложу все-таки одуванчики могу сделать могу сделать несколько одуванчиков два несколько одуванчиков сделаю желтых вот таких пятнышек и белое пятнышко несколько белых пятнышек и сейчас вот как раз в это время по крайней мере у нас в москве одуванчики есть и желтые и белые не знаю где может быть у кого-то уже отцвели совсем а потом добавлю полосочки просто до ручек полосочки от цветочков вот так вот проведу и под ручками тоже несколько полосочек это готова наша девочка с одуванчиками с цветочками и вам желаю удачи попробуйте сделайте и выкладывайте свои работы под хэштегом изо сферы лета подписывайте сколько какой возраст вашим детям работа можно выкладывать и мам пап и детей и каждый из вас может участвовать в розыгрыше отдельно удачи вам